Юрий Александрович убедительно нам показал, что сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания остаются ведущими причинами смерти в развитых странах мира. И мы хорошо знаем, что сердечно-сосудистые заболевания находятся на втором месте в структуре причин смерти у онкологических больных. Однако анализ исследований, посвященных лечению сердечной недостаточности, показал и обратную взаимосвязь. Оказывается, онкологические заболевания лидируют в структуре причин смерти у больных сердечной недостаточностью. Действительно, когда мы говорим о сердечной недостаточности и раке, прежде всего мы подразумеваем кардиотоксичные эффекты противоопухолевой терапии. Но именно это, по сути, послужило основанием для появления дисциплины кардиоонкологии в решении этих проблем. Но всё больше сведений о том, что существует и обратная проблема. Это проблема высокого риска рака у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Итак, по данным Датского регистра, у пациентов, страдающих сердечной недостаточностью из разных возрастных групп, значимо повышен риск рака. Также повышение риска онкологических заболеваний отмечено у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, и особенно это явно прослеживается у тех из них, у кого заболевание осложнилось развитием сердечной недостаточности. Что же лежит в основе этих сложных взаимоотношений? Помимо известных нам влияний токсических противоопухолевой терапии и непосредственного влияния онкологического процесса на сердечно-сосудистую систему, существуют и другие факторы для взаимосвязей. Это определённые биологически активные вещества, которые секретируются в сердце при сердечно-сосудистых заболеваниях, которые могут провоцировать развитие рака. Ну и, конечно, очень важные общие факторы риска сердечно-сосудистых онкологических заболеваний и общие механизмы патогенеза. И помимо общепринятых факторов риска, таких как курение, ожирение, сахарный диабет, которые сопряжены с поддержанием хронического воспаления, как вы знаете, в последнее время рассматриваются и генетические факторы. И вот одним из таких общих генетических факторов для развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний является клональный гипопоэ с неопределённым потенциалом. Вообще с возрастом в соматических клетках накапливаются мутации. И вот такие мутации в стволовых гемопоэтических клетках могут приводить к тому, что образуются клоны лейкоцитов с изменёнными свойствами, так называемый клональный гемопоэ с неопределённым потенциалом. По сути, эти лейкоциты, эти клоны можно определить в крови у каждого десятого человека старше 65 лет. Это не является само по себе онкологическим процессом, но является определённым шагом к нему. И было убедительно показано, что при наличии такого клонального гемопоэза повышается риск гематолонкологических заболеваний. Однако в последнее время есть свидетельство того, что у людей с клональным гемопоэзом повышается риск развития и других онкологических заболеваний, а также сердечно-сосудистых, в частности, сердечной недостаточности. Кроме того, клональный гемопоэз ассоциируется с неблагоприятным общим прогнозом и неблагоприятным прогнозом у пациентов с сердечной недостаточностью. Ещё одним связующим звеном между сердечной недостаточностью и онкопроцессом являются биологически активные факторы, которые секретируются в сердце при той или иной сердечно-сосудистой патологии. Это и провоспалительные медиаторы, и микро-РНК, и другие факторы, которые, как бы показано, способны провоцировать развитие и прогрессирование онкологического процесса. И вот клиническим подтверждением тому являются данные исследования, которые демонстрируют, что у пациентов с повышенным уровнем натриуретических пептидов, которые ассоциируются с сердечной недостаточностью, повышается риск онкологических заболеваний. Уникальная роль во взаимоотношениях сердечной недостаточности и рака принадлежит микробиоте. Нам с вами хорошо известно, что посредством действия своих метаболитов микробиота участвует в регуляции иммунных, воспалительных реакций организма. И когда нарушается баланс между провоспалительными метаболитами, такими как триметиламинооксид, и противовоспалительными, такими, например, как короткоцепочные жирные кислоты, создается такой провоспалительный статус, который способствует развитию самых различных заболеваний, в числе которых и онкозаболевания, и сердечно-сосудистые. С другой стороны, само по себе наличие сердечной недостаточности, как мы хорошо знаем, способствует тому, что возникает отек слизистый кишечника, возникает гипоксия, нарушается барьерная функция, и это приводит к нарушению микробиоты. То же самое можно сказать об онкологических заболеваниях, которые сами по себе способствуют нарушению микробиоты. Это не только касается онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта, это происходит и при других видах рака, и лёгких, и мочеполовой сферы. И такое нарушение микробиоты, по сути, замыкает этот порочный круг во взаимоотношениях сердечной недостаточности и рака. И, как мы с вами могли убедиться, какой бы мы ни взяли фактор риска, общим механизмом патогенеза будет воспаление. Действительно, такой ключевой патопизиологический путь, связывающий сердечно-сосудистые онкопроблемы. И подтверждением клиническим этой теории является исследование Кантес, в котором было показано, что моноклональное антителоингибитор энтралекина 1-бета-кинокенумат не только снижает риски сердечно-сосудистых событий, но и способствует снижению риска развития рака лёгких и смертности от онкологических причин. Причём очень интересно, что максимальную пользу от назначения коноклонумаба имели те пациенты, у которых были выявлены признаки клонального гемопоэза. Но возвращаясь к нашим практическим аспектам, к тому, с чем мы чаще всего сталкиваемся в своей практической работе, это дисфункция лево-желудочко-сердечной недостаточности как следствие противолупухолевой терапии. Сегодня уже очень подробно говорилось о том широком спектре препаратов, которые способны вызвать это грозное состояние. Для каждого из них характерен свой особый механизм фатезиологического действия, и он связан не только с непосредственным повреждающим влиянием на кардиомиоциты, но также и с влиянием на другие клетки сердца, на эндотелиальные клетки, фибробласты. Таким образом, нарушаются нормальные межклеточные взаимодействия, сигнальные пути, которые обеспечивают нормальную работу сердца. Крайне важным аспектом введения пациентов, которым планируется назначение кардиотоксичной противолупухолевой терапии, является исходная оценка риска, сердечно-сосудистого риска. И в 2020 году вышло согласованное мнение экспертов кардио-онкологического группы Европейского общества кардиологии и кардио-онкологического международного общества, которые предлагают определенную схему. Всем пациентам, которым планируется назначение той или иной потенциально кардиотоксичной терапии, необходимо заполнить исходно чек-лист. В нем указываются и тот тип химиотерапии или таргетной терапии, или другой противолупухолевой терапии, который предполагается, история предыдущего назначения противолупухолевлечения, история реакции на него. Учитываются те факторы риска сердечно-сосудистой заболевания, которые могут повлиять на повышение риска кардиотоксичности. А также в зависимости от того, какое лечение планируется, предлагаются методы исследования. Когда мы говорим о сердечной недостаточности, необходимо проведение электрокардиограммы, эхокардиограммы и определение биомаркеров тропонина и натриуретических пептидов. И в результате, после этой исходной оценки, пациент относится к категории риска, одной из четырех, от низкого до очень высокого. И на основе этого планируется и план наблюдений, и подходы к профилактике. Ну, совершенно очевидно, чтобы профилактика была максимально эффективной, нужно сочетать сразу несколько стратегий. И о модификации противопухолитерапии Лариса Владимировна очень подробно рассказала, я не буду повторять. Кардиопротекторы тоже широко обсуждаются, и чуть позже на них остановимся. А большое очень значение в последнее время придаётся модификации факторов риска и физическим нагрузкам. Это входит в понятие кардио-онкологической реабилитации, и почему это важно. Ну, действительно, организм пациента, страдающего онкологическим заболеванием, находится под множественным ударом. И помимо прямого повреждающего действия противопухолевой терапии, существуют непрямые повреждающие эффекты, такие как дотренированность, увеличение веса, а также влияние факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Физическая нагрузка позволяет пациенту не только улучшить качество жизни, улучшить переносимость противопухолевлечения, благотоприятно повлиять на факторы риска, но также, как было показано, физические нагрузки способны предотвратить развитие различных сердечно-сосудистых событий и даже снизить риск развития сердечной недостаточности. Кроме того, при ряде онкологических заболеваний, при раке молочной железы, раке желудочно-кишечного тракта показано потенциальное влияние аэробных физических нагрузок на прогноз пациента. Что же касается медикаментозных мер профилактики, действительно вышло много исследований в последние годы и попытались объединить все эти исследования. Вот такой метаанализ 2019 года, включающий около 2000 пациентов, в 17 исследований с использованием кардиопротективной терапии, включавшей бета-блокаторы, ингибиторы ренино-ангетензин-альдостероновой системы, продемонстрировал, что с помощью этого подхода можно предотвратить незначительное снижение фракции выброса левого желудочка. Однако, к сожалению, убедительных данных, свидетельствующих о влиянии такой терапии на значимые сердечно-сосудистые события, получено не было. Ну и причиной может быть и разнородность включенных исследований, а также то, что исходно пациенты не делились на категории рисков. И поэтому сейчас основной задачей исследователей является такое планирование исследований по профилактике, которое бы проводилось в группах пациентов исходно разного сердечно-сосудистого риска, чтобы посмотреть, насколько в каждой из этих групп важна подобная терапия, оправданно. И сейчас проводятся исследования по как медикаментозной, так и немедикаментозной профилактике онкологических больных. Исходя из того, что нет уверенности в том, что у больных исходно низкого сердечно-сосудистого риска показана медикаментозная профилактика, в настоящее время наиболее оправданной тактикой считается тактика наблюдения и выявления ранних маркеров кардиотоксичности, которые, как вы знаете, и в желудочке. Это и биомаркеры, и показатели деформационных свойств миокарда. Оправданность такой стратегии, стратификации риска с помощью тропонина была продемонстрирована в исследованиях Даниэла Кардинали, которая вначале показала, что назначение инолаприла пациентам с повышенным в процессе противоприволечения и после его окончания тропонином позволяет предотвратить дисфункцию левого желудочка и другие сердечно-сосудистые события. В то же время непосредственное сравнение двух тактик, первичной и вторичной профилактики с использованием того же инолаприла, не показало каких-либо преимуществ первичной профилактики у пациентов сходно невысокого риска. И сейчас проводятся довольно крупные исследования по вторичной профилактике дисфункции левого желудочка, которая основана на стратификации риска, связанной с ГЛС, с показателем общепродольной деформации миокарда. Особую категорию онкологических пациентов представляют те из них, которым требуется продолжение кардиотоксичного противопоколевлечения, однако у них отмечается незначительное снижение фракции выброса левого желудочка. Например, пациенты хирдопозитивным раком молочной железы, которым необходима терапия тростозумабом. Все мы знаем, насколько важно завершить курс лечения тростозумабом, не прекращать его, какое-то имеет важное значение для прогноза больного. В то же время известно, что две трети случаев преждевременного приостановления терапии тростозумабом обусловлено именно дисфункцией сердца. Так появились исследования, небольшие, но тем не менее убедительные, которые демонстрируют то, что у таких бессимптомных пациентов с незначительным снижением фракции выброса левого желудочка терапия тростозумабом может быть относительно безопасна на фоне применения кардиопротективных препаратов. И, как вы видите, подавляющее большинство пациентов способны перенести эту терапию в полном объеме без ухудшения функции сердца. И всегда любопытно, как же данные исследования работают в реальной клинической практике. И вот опыт наших английских коллег, которые придерживаются именно такой тактики, тактики выявления ранних маркеров кардиотоксичности и назначения кардиопротективных препаратов именно по факту появления этих маркеров биохимических или функциональных, а также аккуратного ведения на фоне кардиопротективных препаратов пациентов с незначительным снижением фракции выброса желудочка, демонстрирует, что у всех пациентов с ухудшения кардиотоксичностью ранней биохимической или ранней функциональной можно продолжить противопухолевое лечение. И также это лечение можно завершить у 90% больных с систолической дисфункцией левого желудочка после оптимизации сердечно-сосудистой терапии. И всё это нашло отражение в рекомендациях, о которых Лариса Владимировна упоминала, рекомендациях Европейского общества медицинской онкологии 2020 года. К сожалению, после окончания противопухолевого лечения сохраняется проблема сердечно-сосудистых, поздних сердечно-сосудистых осложнений противопухолевой терапии. И мы знаем, что при очень многих видах онкозаболеваний и при разных видах противопухолевого лечения отмечается увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, которые успешно были пролечены по поводу онкопроцесса. В то же время нам хорошо известно, что если вовремя выявить изменения функции сердца и вовремя назначить кардиопротективную терапию, то у наших пациентов есть все шансы на улучшение функции сердца или даже на полное восстановление ее. И это опять-таки нашло отражение в рекомендациях ЭСМА 2020 года, где даже бессимптомным больным с нормальной сократимостью сердца после лечения кардиотоксичными препаратами показано обязательное обследование с целью исключения функции сердца спустя 6-12 месяцев. И в заключении я хочу еще раз подчеркнуть важность такого мультидисциплинарного подхода на всех этапах оказания помощи онкологическому больному. Только такое тесное сотрудничество между кардиологами и онкологами позволит прожить нашему пациенту и без онкологического заболевания, и без сердечной недостаточности, а более глубокое понимание механизмов, общих факторов риска механизмов патогенеза, наверное, может послужить основанием для новых подходов к профилактике и лечению этих грозных заболеваний. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует...